Здравствуйте друзья, посмотрите на это, дешевое шапито С таким пренебрежением на них посмотрел, как будто это не люди, а мясо А почему героя России из Кузбасса не пригласили? Ирека Магасумова А, ну да, он же девушку 18-летнюю убил, он в тюрьме Как они воевали? Нормально как все Воевали как все, да? Все, да Протухшие Пустозвонные задушевные разговоры Так трогательно, так душевно Чуть не зевнул Вот в ваших рядах вместе с вами практически в окопе сражались и еще два бойца Которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы Они погибли, но они отдали жизнь за родину И они искупили свою вину в полной мере Те двое, которые с вами были в окопе А те, которые погибли Они просто виноватые были А я, я просто помог им искупить свою вину Не забудьте за меня такого великодушного проголосовать на следующих выборах Это первое Второе Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким Без всякого сомнения Когда человек отводит глаза в сторону Это значит, он скрывает какую-то информацию Не уверен в том, что он говорит А, скорее всего, просто лжет Ну, может быть, вы не знаете Но сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят Поэтому перед тем, как мы начнем беседу Я предлагаю почтить их память Минуты молчания По украинским данным В Украине погибли 277 тысяч российских военнослужащих Если за каждого простоять минуту молчания Получится 277 тысяч минут Разделим на 60 Получится 4616 часов Разделим на 24 Получим 192 дня Возьмем Киев за 3 дня Превратилось в постоим 192 дня Молча В память о погибших Министр финансов объяснил про подорожание В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные И все понятно, правда? В интернете прочитал фразу Вор должен сидеть в тюрьме А фразу Вор должен сидеть в министерстве финансов Не прочитал В Курской области Беспилотник сбросил бомбы на электростанцию И устроил блэкаут А почему мы сидим без света, а, мама? Не знаю, сынок Я политикой не интересуюсь Пропагандисты выдали польский город Эльблонг за Калининград Также большое внимание уделили развитию особой экономической зоны Калининграда Которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций Алексей Головко, Юлия Брилева, София Петросян, Кирилл Маликов, Вести Просто если настоящий Калининград показать А ватникам непонятно будет Почему это он не отличается от Самары и Пинзы Новости из категории Вытащил страну из 90-х О! Все, вот и решился вопросик Это я их вызвал на лоток с продуктами нелегальной Сейчас я вам покажу Вот лоток Вот этот мужик Все, вернулся, пришил вопрос Здорово, правда? А ты еще бы девятку перекрасить в вишневый цвет Это было бы вообще здорово Казанский прокурор крышевал бордель Который в центре города Содержала его сожительница Просьба прокуратуру Этим вашим зачитыванием обращений с листочка не беспокоить У прокуратуры есть дела поважнее Самое популярное развлечение на детской площадке Игра называется «Найди русского» Внимание, игра называется «Найди русского» Профессор Вашея посчитал, что потери от СВО уже сопоставимы с потерями Великой Отечественной А ведь СВО И люди уехали Детей увезли Рожать детей будут там Не в России Значит, часть мужчин погибает Я, знаете, сделал расчет Который очень многие отрицают И говорят, что это страшно Ты не можешь такое утверждать У меня получается, что демографические последствия СВО Уже сопоставимы с демографическими последствиями Великой Отечественной войны Я объясню, почему Значит, у нас, судя по всему, будет потеряно, конечно, не такое большое число мужчин, как в Великой Отечественной войне Мужчин, которые могли бы родить детей в своих семьях, да? Но у нас и рождаемость по числу детей в семье не та, что в 50-е годы Поэтому те потери, которые Россия понесет по мужчинам, будущим отцам Приведут к такой же потере численности будущих детей, как после Великой Отечественной войны Поэтому я боюсь, что и до 90 миллионов России к концу века не дойдет Хотел войти в историю, как собиратели русских земель А войдет в историю, как истребители русских душ Продолжение истории с девушкой, которая приехала из России за своим освободителем А что ты шепотом-то говоришь? Все, приехал Ну сейчас мы про это и будем разговаривать Ты же сидишь в плену третий месяц и вообще не знаешь, что у нас в России происходит Как Россия и *** просто На тех, кто там погиб с вами в Клещеевке Что они до сих пор там валяются и гниют Что им *** на вас, кто в плену Давай, давай, братан, ты че соберись, давай, не сдавайся Воздуха набрал и про себя Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила Ну обними меня хоть Я приехала в Украину, меня тут все понимают И никто мне не предъявляет, что я разговариваю на русском А вообще толком-то и ни одного слова украинского не знаю Я сегодня вызвала такси, спокойно доехала до торгового центра Купила там тебе одежду Вот это экземпляр Вот это я понимаю Повезло Путину с народом Мне вообще никто даже слова не сказал Что я говорю на чисто русском Нет Нет, ты ничего не понимаешь Они же с самого начала хотели нас обмануть Они же не собирались выполнять Минские соглашения А что ты думаешь с тобой будет, если ты вернешься? Ну меня посадят За что? За правду У нас сажают за правду сейчас В путинской России, если скажешь правду, то тебя посадят А если скажешь, что российских пленных кормят салом по 270 гривен за килограмм Кормят йогуртом, копченой колбасой и барбарисками То расстреляют прямо на месте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!